Поэтому поле не случайно это частные проявления будут биологически пространстве и взаимодействие с материи Мы можем сказать саму себя нетı У них нет ни электрического поля ни магнитного, ни электрического А есть просто проводить пространство Материя, которая постоянно движется в этом пространстве. Пространство не связано, оно не в жестком положении. И отличие от того, что почему проявляется в одном случае, в том числе, в самом материи тоже нет. Если посмотреть структуру любого вещества, атомы расположены в определенном порядке, реформация электронной оболочки в определенном порядке, организована строго по законам в определенном порядке. Теперь в зависимости от того, как возникшая система пространства ориентируется по отношению к самому пространству, внутри. Вращается, у нас не нервство, оно же движется, все. И в одном возникает условие, что возникает условие, что перепад мирности приводит к одним качественным процессам. И люди называют это магнитным полем. Понимаете? При другом соотношении пространства материи и... И материя находится в процессе, это не отдельно, понимаете? Я разделяю, условно. Потому что нужно, чтобы это определить, это нужно, это слово. Они, материя не... Существуют отдельно от пространства, пространство существует отдельно от материи, они вместе все существуют. Но, качество сильных материальных объектов в этом пространстве имеет свою неоднородность, потому что, смотрите, возьмите, возьмите даже самые идеальные структуры, допустим, то же самое углерод, алмаз, да? Где все расположены, натянутые постоянные атомы между друг другом, но, атом есть в этой точке, допустим, два атома водорода. Один атом, второй атом. И все остальные точно так одинаково расходятся, да? Расходятся. То есть стабилизивно. Но, здесь есть вещество, здесь есть вещество, а здесь. И размеры этих мест вещества очень маленькие. А расстояние во много раз превышает вместо здесь густых материи. Правильно? Посмотрите, даже в самом идеальном варианте, который мы сейчас знаем, то есть алмаз, никакой народности нет по мини. Я не знаю, как это непонятно было вообще. А у других, там, где, допустим, тот же график, где в одном слое одинаково, а между слоями разное расстояние. То же самое у него. А у других, там тоже нет. Везде существуют колоссальные 90% вещества, это вакуум, 99%. И только 1% заполнится в этом высоте. высоте в каком? Темной материи, если на месте. Но, так сказать, в неусловом случае, гибридной материи, которую мы называем материю, привыкли называть, спинопридическую полу материи, она неоднородна во всех вариантах. Поэтому, когда вот такая неоднобространство, оказывается в пространстве, которое свойство, оказывается, меняется, то одно и то же изменение приводит в то, что возникают разные условия. Допустим, когда появляется, когда пространство вращается, допустим, материя, возникает условие, что, допустим, легче электронов синтезируется. Понимаете? а это один и тот же переподменность. Существует вот переподменность. Отсюда, отсюда. Все. А материя в этом вот так или так. Извините, как не ориентированно, проявляется и то, свойство или качество, и это. И люди разделяют на электрическое, магнитное, и все. Градиционное то же самое. Просто, когда все направлено так, что движется сюда. Понимаете? Градиционное, давит, толкает. Потому что, что толкает? То же самое, как толкает, если вы помните, например, брали, проще, этих мушек. Много болтает. Когда, если брать, взять шарики разной плотности, то они делали, когда они бросили в воду. Они поколебаются, зависит от плотности, и остановятся на каждой своей глубине. Понимаете? Вот и все. То же самое, почему? Потому что качество внутреннее и внешнее совпадает. Так и здесь. Гравитация, то же самое, почему это? Казалось бы, должно быть дальше, гравитация действует дальше. Должен быть, да? Шарик пошел дальше. Нет. Вот это пример, очень хороший, позволяет понять, на обыденном примере, понять то, что гравитация ничего-то смертельно, раз, навсегда заданное. Это гармония качества среды, внутренний и внешний свет. Вот и все. А антигравитация отталкивается? А антигравитация, конечно. меняется в другом направлении и все. Тоже действующее. Да. Что такое левитация? Когда компенсируется то и то действие и получается нулевая точка. И теперь, если задать процесс, что пойдет уже качество среды в другом направлении, то так же, как шарик, пойдет вверх уже. Понимаете? Вот так и корабль можно создать космический, он будет улетать, не столько. конечно. Не электроны. Так, летающие тарелки, так вот и корабли космические, так и работает. И по принципу действия, точно так, что в вашем году конкретно происходит миллиарды раз. то есть. А скорость уже не имеет значения. Удаление от земли. Нет, это не имеет значения. Разницы нет. Можно начинать с малых. Но дело в том, что есть разные варианты. Есть просто движение, гравитация, когда вы создаете действие противоположное тому, что есть, компенсируете влияние. То есть компенсируете перепад мерности в этом направлении, создаете перепад мерности в другом направлении, они компенсируют. А если это больше, то получается движение сюда. А так не перемещается. Это же очень медленный способ перемещения. Перемещение происходит за то, что расщепляется в одном, распадается в одном месте и собирается в другом месте. Это может миллиарды святых и друг друга подозреваться. Понимаете? В доли секунды. Так что вопрос такой глупый. Почему ДНК имеет прерывиновую структуру? Очень просто. То же самое, как вот шестилучие деформации пространства прогибаются. Атомы, соединяясь в уголопостеренности, они начнут влиять на пространство и и